Накануне в Благовещенске прошло совещание дальневосточных губернаторов с министром по развитию Дальнего Востока Виктором Ишаевым. В течение пяти часов на заседании обсуждали перспективы развития сельского хозяйства. Сегодня на Дальнем Востоке используется только 60-70% сельхозземель. Конкурентоспособность агрария в Дальнего Востока снижена из-за высоких энерготарифов. Кроме того, по данным соцопросов, более 80% выпускников дальневосточных школ ориентированы на выезд из села. Тему продолжит Елена Тимошенко. Они открыли заседание в 10 утра и закончили после трех. Даже в 25-минутный регламент докладов уложились не все. Слишком острые темы поднимались. Первая ситуация в сфере энергозатрат. Тарифы на амурское электричество Виктор Ишаев назвал сказочными, сказочно высокими. Давать селянин Амурской области на выращивание продовольствия за 5 рублей 20 копеек электроэнергии отдавать китайцу за рубль, тогда нужно компенсировать. Мы подняли таможенные с вами пошлины за счет. Китайская сторона компенсировала. Провела реструктуризацию банковских, так сказать, кредитов. Дала специальную поддержку. А по ряду предприятий даже списала долги. Это возьмите, это открытая информация в интернете. Есть программа развития СВК, северо-восточной территории Титая. Есть еще одна проблема с китайским акцентом – незаконные мигранты, которые трудятся на полях всего Дальнего Востока. Так, вот она привлечение иностранцев в аграрную сферу при Амуре – 121 человек. Это законные цифры и официальные договоры, остальные – нелегалы. Бороться с ними непросто, отметил губернатор при Амуре Олег Кожемяков. Это очень сложно, потому что приезжают по туристическим визам, приезжают по гостевым визам, проникают там до 30 дней, все это доступ свободен. Причем визы не через регион идут. Он может по гостевой визе приехать через Новгород, выписать ее через Санкт-Петербург, через Москву. С СНГ у нас прозрачные границы. Через различные туристические компании. И это, конечно, для нас большая проблема, но политика наша именно направлена на то, чтобы нашу землю должны обрабатывать наши крестьяне. С каждым годом России требуется все больше иностранной рабочей силы. В 2011 году в стране работало 8 миллионов 700 тысяч приезжих. Это в 2,5 раза выше цифр 2005 года. Среди нелегалов лидируют представители КНР – 90% всех иностранцев. Плюс растущий импорт китайских овощей и фруктов на Дальний Восток. Еще один сигнал о том, что пора подумать о продовольственной безопасности региона. Соя – вот что должно стать стратегическим продуктом и пойти на экспорт. Проект соевого кластера презентовали на совещании. На него требуется более 15 миллиардов инвестиций. Кластер, крайний срок окончания его строительства – 2015 год, должен дать Преамурью свое соевое молоко и белок. На проект уже строят планы главы других регионов. Республика Саха-Якутия собирается использовать наше соевое сырье при производстве комбикормов. По своему кластеру, прежде всего, учитывая, что мы сами производим концентрированные корма у себя в Республике Саха-Якутия, мы, конечно, прежде всего будем заключать договоры на поставку соевое. Сами, конечно, выращивать пока не будем, но, с другой стороны, мы можем сегодня рассматривать на опыт того же Давыдова, организовать хозяйство непосредственно в Амурской области и выращивать те же растения, которые здесь выращивают. Климат у нас не подходит, у вас климат подходит. Мы, наши люди, приедут здесь, будут покупать земли, создавать хозяйство и заниматься тем, чем вы занимаетесь. У нас сои выращиваются 14-15 тысяч, то есть это не те объемы, которые здесь, но мы будем в этом участвовать. Вообще, как было озвучено на совещании, в Примурье должно появиться 3-4 завода по переработке сои и один завод в Примурье. Наличие перерабатывающей базы позволит здесь же открывать животноводческие комплексы. Елена Тимошенко, Сергей Битков, Новости дня, информационное агентство «Порт-Амур». Увеличивает.